И еще одна встреча с участием французской теннисистки, предлагаемая вашему вниманию, только что начался второй сет в матче Амелима Резмо против теннисистки из Китая Тянь Тянь Сан. Причем неожиданно для многих, для многих искушенных в этом виде спорта болельщиков и специалистов, Китаянка выиграла первую партию со счетом 6-4, и вот сейчас играет, только что закончился первый гейм второго сета, выиграла его Амелима Резмо, и впервые в этой встрече вышла вперед. Итак, вот смена сторон Амелима Резмо повела, и неожиданно для многих предстоит, на мой взгляд, очень нелегкий матч, в котором победитель, ну, я думаю, что будет затруднен в определении. Да, безусловно, сейчас трудно что-либо сказать, увереннее играла в первом сете Сан, хорошее показало бойцовские качества, правильную тактику была сформулирована и выбрана этой теннисисткой. Ну, нельзя не забывать о том, что, в принципе, не очень любит играть с молодыми игроками Амелима Резмо, в ее карьере было несколько таких тяжелых матчей, закончившихся в ее пользу, и, безусловно, эти воспоминания давят. Особенно, когда напротив стоит амбициозный, молодой, неизвестный игрок, такая темная лошадка, а ее авторитет не является достаточным фактором. Основанием. Да, для того, чтобы разобраться в этой ситуации, нужно... Вот видите, такие простые ошибки совершает Амели. Безусловно, чрезмерно нервничает. Обычно удар справа у нее в этот момент подводит, что мы сейчас и наблюдали. И подача. Вот два технических приема. В ситуациях, когда возникают проблемы у Амели Морезмо, подводят французенку. Ну, посмотрим пока, что, видите, 1-0 она повела. Правда, уступает по ходу второго гейма. Ну, а китаянка, обратите внимание, очень неплохо действует в задней линии, как и все ее соотечественницы, кстати. Вот так остро она может сыграть после серии далеко не слабых ударов. Выигрывает очко Сан и 40-0 на ее подаче. Но вы сейчас уже определили причину, на мой взгляд, совершенно точную, почему не любит играть Морезмо с более молодыми соперницами. Потому что амбиции и стремление доказать, что ты юн, но в состоянии противостоять более сильному и опытному, естественно, не могут не вызывать определенных реакций со стороны Морезмо и быть довольны, когда на тебя набрасываются. А вот слетом оставляет желать лучшего. Но сейчас не слета, она подскочившему мячу выполняла укороченный удар. Вот смотрите на повторе. Нет, я имею в виду игру слета китаянки. Но было трудно сейчас, она укоротила плохо. Безусловно, но трудно было еще и потому, что при исполнении удара слета, вместо того, чтобы сделать хоть какой-то шаг навстречу мячу, она стала двигаться в сторону. И это большая ошибка. При игре на таком уровне это большая ошибка. Ну, здесь уже Морезмо на высоте. При ударах слета она чувствует себя, как рыба в воде. Приитет. Субтитры делал DimaTorzok И выходит вперед очень вовремя Выходит вперед Морисмо Заставляет своим решением ошибаться соперницу Ну опять тот же самый момент, о котором мы уже говорили сегодня Напугало просто появление у сетки соперницу Морисмо В женском теннисе это немаловажный психологический момент Не забывайте о том, что женщина все-таки не так смелая в выборе своего решения, как мужчины Ну да, они так часто производят атаки с выхода вперед Предупреждение, да, извините Предупреждение было сделано сейчас китайской теннисистке за задержку времени Следующее предупреждение грозит ей Потеряю очка Брейкпоинт у Морисмо Брейкпоинт у Морисмо Удара посылала в правую часть корта теннисистка из Китая Обратите внимание Ну это вполне естественно, потому что удар Морисмо слева Это ее фирменный знак, будем так говорить И очень неожиданно, так же как у Жестиной Нинарден Две теннисистки, которые играют перекрученным с бэкхенда И особенно опасен у Морисмо слева по линии Больше на подаче сан Выигрывает гейм Сравнивает счет во втором саде китайская теннисистка Не позволяет уходить в отрыв Мили Морисмо Хотя у нее и была такая возможность Вот это очень важный момент Потому что преимущество пока у того, кто подает Все-таки надо не забывать, что покрытие, на котором проходит турнир, достаточно быстро Поэтому как только Морисмо удастся выиграть подачу китайской теннисистки Я думаю, это будет сигналом к отрыву Ну а пока Морисмо подает при счете по одному во втором саде Да, пожалуй, игра с лета оставляет живой без лучшего Да и вообще позиционно сейчас проигрывала китаянка Она не дошла до хавкорта Играть было тяжело с лета И продвижение вперед Обязана была выполнить этот удар Скажем так, все равно какие-то варианты могли возникнуть Да, бывает и такое Но это, пожалуй, самый удачный вариант, который сейчас могла Выполнить и использовать теннисистка из Китайской Народной Республики Обратите внимание, обводящий удар Мяч попадает в столб, в стойку Да И изменение направления, ну, метра на два как минимум Больше Метра на четыре К центру площадки и выигранное очко Хорошая подача 30-15 Несколько успокоилась Амелия Играет более сдержанно В первом сайте Некоторые ее решения вызывали недоумение Взяла себя в руки 40-15 Но вы правы Женский теннис, он, конечно, отличается от другого остального По той причине, что Очень непредсказуемо порой бывают ситуации Которые в корне меняют ход игры И вот мы сейчас говорим о том, что взяла себя в руки Морезмо А вот Пару неудачно сыгранных комбинаций Вот то, что сейчас происходит с китаянкой Подряд несколько ошибок И вы абсолютно справедливо заметили, Юля, что Морезмо приходит в себя И начинает играть в свой теннис 2-1 Морезмо впереди во второй партии